Существует много фильмов, которые заявляют, что, цитирую, основаны на реальных событиях. А вот таких, что основаны лишь на путевых заметках экспедиторов и исследователей, мало. И не все они могут, используя вместо стержневого сюжета тематическую очерченность, произвести эффект на зрителя синтезом классического кинотропа и почти академическим гуманистическим размышлением эссе. Все вышесказанное про объятия змея 2015 года. В начале 20 века на неназванную территорию бассейна Амазонки приезжает старик Теодор и его помощник-индеец Мандука. Теодор умирает от неизвестной болезни и считает, что только священное растение якруна может его спасти. В глубине джунглей он просит о помощи одного из последних членов племени Коюанов, Карамакате, ненавидящего белых завоевателей. Тот все же соглашается отвезти чужеземцев к месту, где растет лекарство, но не говорит о цене, которую придется заплатить за это. 40 лет спустя к Карамакате приходит Эван, ботаник, изучавший работы Теодора и теперь также желающий найти чудодейственное растение. Амазонский абориген не отказывает исследователю, но, как и раньше, не предупреждает о том, через что нужно пройти, чтобы заслужить знания. Как я уже сказал, кино вдохновлено дневниками двух ученых – Теодора Кох Грюнберга и Ричарда Шулца, а поиск цветка оказывается инструментом для поднятия одной определенной, но очень обширной темы. Все в фильме подчинено и призвано раскрывать идею о глобализации и культурном обмене, и том, какие проблемы и сложности возникают при этом процессе. Как культуры поглощают друг друга, рождая амальгамы, одновременно двигающие цивилизации вперед и уничтожающие их индивидуальности, о том, как человеческие суждения могут заводить в моральные и логические тупики, о том, как колониализм может приносить как великий вред, так и большое благо, и в конечном итоге о проблеме взаимопонимания. Объятия Змея заявляют, что записки Кох Грюнберга и Шулца – это единственные оставшиеся сведения о некоторых маленьких культурах Амазонии, и в это несложно поверить, даже если это на самом деле не так. Настолько необычные модели познания мира авторы показывают, проводя нас через племена, живущие как будто не на одной с нами планете. Этому помогает и языковое разнообразие, присутствующее в картине. Немецкий, английский, официальный испанский, на котором новые хозяева Южной Америки заставляют говорить местное население, латынь клириков и некие диалекты испанского, звучащие из уст членов амазонских племен настолько непривычно, что в них с трудом узнается язык Бунюэля и Альмадовара. Главная проблема фильма, назову ее так, потому что зритель вполне справедливо может посчитать это проблемой. Это сама сущность фильма как эссе. Несмотря на условно заявленное фабулой приключения, главное приключение происходит не в событиях, а в головах персонажей и зрителя. Самым близким к объятиям фильмом становится не Фицкоральда, даже не Апокалипсис сегодня, хотя тема Сердца Тьмы тут слегка имеет место, а Кубриковская Одиссея. Можно найти даже структурные параллели. Именно этим фильм и является. Одиссеей за знаниями и попутными вопросами о цене этих знаний и вообще заслуживает ли их кто-то. Кино почти не приспособлено под обычный просмотр на автомате. Можно, конечно, любоваться красотами природы, намеренно лишенной собственного цвета, я к этому еще вернусь. Но все же авторы рассчитывают на то, что зритель будет поглощен в рассуждение-обсуждение. И на самом деле в этом нет чего-то плохого. Незаинтересованный человек и близко не подойдет к такому кино. Все же центральная тема лежит на поверхности и задается в том числе тоном в первые 15 минут. А до финала доживет только такой зритель, что принял правила игры. В случае же с игрой уже актерской, то здесь имеется любопытная ситуация. Она подчеркнута минималистично и приближена к реалистичному отображению людей. В некоторых случаях можно даже сказать, что она невыразительна с точки зрения художественного почерка. С одной стороны, это работает на аутентичность. Тут я сделаю акцент. Не документальность, а аутентичность. Картина осознанно уходит от документалистического отображения реальности. А с другой стороны, не отвлекает от главного блюда – тематик и идей. Сплав выдумки и реконструкции чего-то, что имело место в реальности, лежит в фундаменте одного из важных объектов фильма. Как бы правильно выразиться – сеттинга шаманизма Амазонки. Поэтому подобная дуальность выражена и в отображении здешних персонажей. А вот в визуальном отображении присутствует уже другая идея. Правда, это уже только моя теория, но да ладно. За лишением природы цвета есть определенное намерение – перенос зрителя в чуждый ему мир. Снова же, сеттинг диких глубин Южной Америки, других маленьких цивилизаций и другого сознания – это то, что должно подчеркиваться чуждостью, как минимум визуальной. Не говоря уже о том, что черно-белая картинка дает авторам возможность играть со светом и формами так, как не позволяет цветная. Например, вписывая однотонность цвета кожи человека с окружающим его миром и создавая тем самым дополнительное значение в виде единства именно этого персонажа с природой. А природа сама по себе может считаться вторым главным героям. По хронометражу уж точно. Объятия змея очень красивы. В каком-то смысле даже открыточно красивы. Не получится оставить без внимания усилия команды по съемкам в здешних условиях, особенно с итоговым результатом. Без преувеличения, визуал фильма – это достижение, коим можно гордиться. Но в любом случае, объятия – это нишевое, но имеющее вполне конкретное общечеловеческое значение, работа энтузиазма. Она лишена развлекательности, в ней условно обрисованный сюжет и гора философии, социологии и этнографии. Радует, что в этом исследовании у авторов хватает такта предлагать зрителю не мораль, а частную трактовку, открытую к дискуссии. Субтитры создавал DimaTorzok